Всем привет! Добро пожаловать в мой мир, мир домашнего кондитера. Сегодня мы приготовим с вами блинчики, так как у нас идет сейчас масленичная неделя. Эти блинчики не по моему рецепту. Где-то год назад я нашла его на просторах инстаграма у блогера Натальи Варвиной и приготовила. Все мои домашние оказались просто в полном восторге от этих блинчиков. И с тех пор я пеку исключительно по этому рецепту. Вчера я написала Наталье, спросила ее разрешение, можно ли публиковать ее рецепт на канале. Она одобрила эту идею. И вот я сегодня хочу поделиться с вами рецептом этих потрясающих блинчиков. Обязательно их приготовьте, потому что они получатся точно у всех. Будут воздушными, не резиновыми и безумно вкусными. Давайте же уже поскорей начнем, мне не терпится поделиться с вами. Ну что ж, начнем. Все продукты у нас классические, естественно, как и на все блинчики. Поэтому я точное количество напишу в описании под этим видео и покажу вам только процесс. И сначала мы смешиваем яйца, сахар, соль и взбиваем. Можете миксером, но я делаю это венчиком. Теперь добавляем соду, молоко и перемешиваем. И затем просеиваем муку прямо в тесто и сразу же перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Вот такое тесто по консистенции у нас получилось. Теперь нам нужно его разбавить кипятком. Вот только у меня закипел чайник, я его выключила. Сейчас буду аккуратненько его сюда вливать и перемешивать сразу венчиком. Что касается количества кипятка, ориентируйтесь на консистенцию вашего теста. Вообще по рецепту идет один стакан, но автор упомянула, что если вы хотите тонкие блинчики, то тогда можете налить больше. То есть здесь все индивидуально. Я, кстати, добавила чуть больше сахара, чем указано изначально, и добавила больше кипятка. Но я укажу это все в описании. Но опять же ориентируйтесь на свой вкус, на то, как вы привыкли жарить и кушать блинчики. И в самом конце добавляем 2 столовые ложки растительного масла. И хочу показать, какое тесто получать. Смотрите, оно гладкое, без комочков, достаточно жидкое. И теперь будем жарить наши блинчики. Жарить я буду на сливочном масле. Сверху блинчик по желанию можно смазать также сливочным маслом. Ну что ж, вот такая стопочка блинов у меня получилась. Посмотрите, какие они пористые. Очень много в них дырочек. Блинчики очень тонкие получаются. В них в меру соли и сахара. Они воздушные, не резиновые. Обязательно приготовьте эти блинчики. Я уверена, что они станут вашим коронным рецептом. Я, например, еще с самого детского садика, у меня такое воспоминание, что самый вкусный топпинг к блинчикам, это сгущенка. И вот с самого детства мне больше всего нравится есть блины именно с ней. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с чем вы любите кушать блинчики. Мне будет очень интересно почитать. А я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Большое спасибо за то, что провели со мной эти минуты. Пока!